Меня зовут Ислар Юрий Васильевич, я с города Черновцы. Я являюсь владельцем компании Директ Ауто. Наша компания занимается подбором и продажей запчастей и комплектующих автомобилям. Мы торгуем в розницу для конечного потребителя, для владельцев авто, а также для магазинов, для мастерских и для других приватных предпринимателей. Цель нашей компании на данный момент является комфортная и качественная жизнь с исправным автомобилем. В результате стратегического планирования мы себе приняли за план в 2014 году создать гипермаркет запчастей через интернет. Кроме того, у нас есть очень интересная мысль, уникальная, я так думаю, она родилась буквально недавно, повлиять на культуру обслуживания и на этики всех мастерских в области обслуживания автомобилей, потому что там есть над чем поработать. То есть, возможно, мы создадим какие-то там курсы, возможно, мы создадим какие-то программы, возможно, мы создадим какие-то стандарты качества для мастерских и будем внедрять. Такие у нас интересные цели, с которыми хочется поработать. Ну, мы на рынке уже более 15 лет, и так как мы все-таки были направлены на потребности потребителей, то мы, естественно, росли. Но росли мы непрофессионально. Ну и в определенный момент мы дошли до такого уровня, где знаний и опыта не хватало для этого, для того, чтобы развиваться дальше, и начали возникать определенные проблемы в жизни. Личные проблемы, то есть я не высыпался, я перестал следить за тем, как я кушаю, что я делаю. Проблемы в семейной жизни. Кроме того, я понял, что я не справляюсь с вопросами, которые возникают на работе. То есть я не выполнял свою работу, а просто справлялся с ней. И забирало очень много времени. Я поймал себя на мысли, что мне очень приятно вечером, когда все ложатся спать, и есть определенный маленький период, когда до того, как ты заснешь, когда никто тебя не трогает. И я и растягивал этот период, потому что я знал, что как только я засну, сразу будильник прозвенит, и мне надо бежать на работу. Я начал искать знания, я начал посещать определенные курсы, не определенные, всякие курсы, всякие семинары различного типа. Начал читать книжки, что-то начал внедрять. Но так как это было не системно, то эти знания между собой никак не были согласованы. И где-то мы опять же чуть-чуть развивались, а потом опять же я не справлялся с новым уровнем. И на определенных конференциях я начал слышать про консалтинг, про высотский консалтинг. Я слышал про административную технологию управления. И я понял, что эта система очень хорошо продуманная, и она в комплексе. Она сразу упорядочивает все направления бизнеса. Но сомнения меня не покидали, потому что у меня был горький опыт всяких обучений, которые заканчивались только тем, что я тратил деньги. Поэтому я узнал про эту программу. Я узнал про то, каким образом поддаются знания, какие результаты. Но все-таки сомнения были. И я все-таки принял решение приехать, но с опозданием. И первые дни я очень нервничал, потому что подавались данные очень простые. И я думал, ну я опять же не туда попал. Я опять же, наверное, покупаю то, что давно все понятно. Но буквально после первой сессии, когда я понял, что с моей точки зрения данные, которые я давно знал, оказывается, что они намного глубже. И как они могут быть использованы, и каким методом было подано мне как учащемуся, то я задумался. Потом я начал внимательно смотреть на нашего консультанта Наталью и на Владимира Тасяца, лектора нашего. И меня очень как бы обрадовало, что данный человек, он является реальным владельцем бизнеса, который проходит те же этапы или проходил те же этапы. И он точно знает, о чем нам говорит. И вот со временем, с каждой сессии я начал приобретать уверенность. И мне очень сильно понравилась система подачи информации. Таким образом я попал сюда. После первых сессий я начал приобретать уверенность. И на определенной сессии у нас в домашнем задании было построить структуру и выбрать себе руководителей департаментов среднего звена. Ну, разные владельцы по-разному выполняют задания в зависимости от того, какая своя компания, ихняя компания. Но я понял, что действительно мне надо построить среднее звено. И я в течение двух недель выбрал шесть человек, свою команду, назначил их на пост. И они мне поверили. Они верят в наши цели, в наши компании. И мы начали это внедрять командой. Сначала было сложно, потому что мы не знали, какие успехи можно получить, внедряя эти инструменты. Но как только мы начали внедрять самые простые инструменты, как только начала работать система, которая упрощает нашу работу, то мы поняли, что это действительно очень классная штука. И с каждым новым инструментом, с каждыми новыми данными наша команда становилась все сильнее и увереннее. Что на данный момент у меня есть? На данный момент у меня есть 11 продуктов, от которых я отказался. Потому что я давно знал, что они вредят моему здоровью, но никак я не могу уделить внимания с этого. На данный момент я каждое утро занимаюсь физическими упражнениями, там йога, там полтора часа. Я налаживаю все свои области жизни, в которых возникли уже проблемы. У меня есть команда, у меня есть свободное время, у нас есть цели. Мы командой буквально недавно разработали свой стратегический план. Мы видим идеальную картину нашей компании через полтора года. У моей команды есть разработана структура выполнения этого плана до задачи. Они этим занимаются и получают большое удовольствие. Могу сказать, что я сейчас чувствую и являюсь владельцем профессионала. У меня есть свободное время, я вижу цели компании, эти же цели видит моя команда, и как-то есть смысл в том, что мы делаем.